С праздником, дорогие братья и сестры, с нашим церковным праздником святых благоверных друзей Петра и Хепронии Муровских Женотворцев и ныне с гражданским праздником Семьи, Любви и Верности. Очень промыслительно, что когда государственные мужи спохватились о том, что рушится основа государства, потому как семья это основа государства, не будет семьи, не будет нормальных семей, и государство скоро разрушится. Потому что семья, это, наверное, самое ценное, что есть на земле. Именно эту мысль высказал и святогорец Боиси, известный старец Боиси, что самое ценное, единственное ценное, что есть на земле, это семья. Потому что семья, это и домашняя церковь, это же великая школа любви. Потому что через любовь друг к другу и рождается новая жизнь. Рождается новая жизнь, и любовь наша развивается. И недаром один старец, еще два семья, когда к нему пришли две девицы просить благословения, как строить жизнь. Одна из них просила благословения на монашество, а другая просила благословения на семейную жизнь. Оставиться на них посмотрел и благословил их ровно наоборот. Той, которая хотела монашество, он сказал, ты любить не умеешь. Куда тебе попасть? Тебе нужно семью создать, так чтобы научиться любви. А второй, он сказал, а ты полна любви, ты можешь жить чему-то остыть. Потому что как мы можем иметь любовь к Богу, если мы не имеем любви к ближнему? А вот в семье мы этой любви и учимся. В семье мы учимся отказываться от себя. Ради другого. Сначала ради другого, а потом ради третьего, четвертого. Наверное, нет ничего крепче, чем материнскую любовь. А где же этой любви приобщиться? Конечно, да и нет. Только в семье. Один из великих людей в девятнадцатом веке, к сожалению, я сейчас забыл. Он сказал, что самое маленькое, что может женщина дать мужчине, это свое тело. Это самое маленькое. Потому что отдает в динаме все свое сердце. Так ли? Вот. Всю себе. И поэтому, когда сейчас весь мир сожжет с ума и хочет именно нам только вот этого малого, то с одной стороны, и темнослуга себя отрабатывает, и естественно никакого удовлетворения от жизни получает. Все ищет новых, 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 и новых приключений. И по пути, вместо того, чтобы Семья, дариться окружающим, любовь, Сидится только Слово, любовь, не просто. Семья Это основа любовь и секреста. Потому что именно за своим близким, родным И мужчина готов отдать себе душу. Так, как об этом и писал в своем послании апостол Павел. В том послании, которое читается Во время браковинчания. Он сравнивает Любовь мужа и жены Соотношением Христа и Церкви. О том, что муж должен так, так любить свою жену, Как и любовь, и как и Христос возлюбил цепь и себя преданный За нее даже достигает. И именно вот это чувство защиты своего крова, своего дома И подвигает мужчину на вредитого. И подвигает мужчину на вредитого. Кстати, апостол Павел, он пишет о том, что муж, любящий свою жену, он самого себя, он себя любит. Это вот единственное, когда самолюбие в самки ставится и доставится. И, кстати, апостол Павел, что пишет про обязанности жены по отношению к мужу? По-славянски это звучит так, а жена добоится своего мужа. А что значит добоится? Это что, она должна, как только муж появляется трепетать, забиваться в оба? Не сметь показаться ему на глазах? Конечно. И здесь мы вспомним и другое. Весьма привычные для нас церковные выражения славянцев. Страна Божия. А что такое Страна Божия? Здесь следует сказать, что слово страх бояться стоит из-за несовершенства нашего великого, могучего русского языка. Русского, славянского. Потому что в греческом языке есть несколько терминов, которые переводятся одним нашим словом. Любить. Мы с вами в одинаковой степени. Любим. Левиминистически одинаково. Любим. 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 Друзей. Хотя, конечно, здесь сегодня чувства немножко разные. Но мы с вами так же любим и мороженое. Что в общем-то в один верный и вообще ставит невозможен. Но все мы любим. И вот сангинацы, переводчики, чтобы оттенить как-то вот эту крану, они поставили славянское слово страх бояться. Страх Божий состоит из двух моментов. Первое. Это постоянная память о том, что мы всегда и везде находимся перед лицом Богом. Умом-то мы это понимаем. Но так, чтобы вот было это у нас на сердце, к сожалению, далеко не всегда. И второе. Точно так же, как в присутствии уважаемых и любимых лиц, мы всегда особо следим за своими словами и поступками. В их присутствии. В их присутствии это неудобно. Это их может обидеть, оскорбить. Хотя, когда их нет, мы можем себе такое позволить, что потом и вспоминать не получится. Но вот в их присутствии мы никогда этого себе не позволим. И вот страх Божий. Это страх грехом обидеть, оскорбить любимого, перед которым мы всегда находимся. И почему отцы так сомнево говорят? «Стяжите страх Божий». Да потому что если будет у нас повязание о том, что мы всегда перед лицом Божьим, то это нам поможет не допустить и изжить в себя множество наших. И вот так же и жена должна так любить своего мужа, чтобы бояться его обидеть и оскорбить. То есть вот этот вот боязнь жены – это тоже высшая степень любви к мужу. И мы с вами, дорогие Бога, что только наличие крепких, здоровых, я скажу, конечно, православных семей, это будущее нашей страны. Потому что только в нормальных семьях он родится нормальные дети. То, что сейчас в мире называется так называемым гражданским браком, конечно, это беды. Потому что брак – это тогда, когда один говорит другому «Я твой, я твоя». и готовь себя уникнуть, я отдалю. А то, что сейчас в мире называется этим словом? Вот, пока меня положение устраивает, мужик, а если что, я человек свободный, как хочу, так уже, с кем хочу, кому же, и естественно. Женщине в браке, прежде всего, что нужно, это чувство защищенности ям, ям. Именно тогда надо беспокойно и рожать детей. А без этого это нацепно. Когда дети многоцепны, семьи многодетные родители. И стариков родителей поддержать не только. А когда на одного работоспособного человека получается уже четко родинов, то простите, он естественно этого понести не может. А потом они в европейских цивилизованных так называемых странах, и у нас уже тоже поднимается вопрос не о поднятии пенсионного ценца, потому что живущие в Восьмиде. потом наши огромные просторы. Мы говорим, что мы верим, что мы их защитим и бедя никому не отдадим. Но никакой войны не надо. так не настолько уже заселяется это. Китайцы эмигрируют. Наши девушки выходят за них замуж. Рожают им много детей. И если так будет продолжаться, то пройдет несколько десятилетий. И встанет вопрос только потом. Чтобы границы до Юра провести с границами до Рады. И в Москве он нашел дворец. Сколько всего? Войдите в московский... пройдите по московским дворам. В песочнице грузскую речь. Вы часто услышите? К сожалению, нет. Так что всем нам, дорогие, очень крепко нужно задуматься о создании истинно православной семьи и о создании наших домашних целей. Продолжение следует...